Станислав Алексеевич, здравствуйте, спасибо, что нашли для нас время. Мы поздравляем вас с избранием главой Олимпийского комитета России. Ваш предшественник Александр Жуков, поздравляя вас с избранием, сказал о том, что в вашей предвыборной программе есть как преемственность, так и принципиально новые идеи и решения, которые помогли бы вернуть авторитет Олимпийского комитета России и позиции России в международном олимпийском движении. Что это за новые идеи? Что, на ваш взгляд, вам необходимо сделать на посту главы ОКР, что не удавалось сделать в предыдущие годы? Здравствуйте, Евелина, спасибо за приглашение. Отвечая на ваш вопрос, начну с того, что самое главное и самое важное, что было в моей программе предвыборной, то, что я хочу сделать на посту президента Олимпийского комитета, это принципиально изменить работу на международном направлении. В предыдущие годы вся работа с нашими коллегами из других национальных Олимпийских комитетов велась не то чтобы неполно, но не охватывала большое количество компаний или стран, соучастников Олимпийского движения. Ведь мы всегда концентрировали свое внимание только на ближайших соседей. Если мы строили какие-то планы по проведению семинаров, различных форумов, то использовали площадку наших соседей. В настоящий момент все-таки мир стал более глобальным, и поэтому действительно наши горизонты нам необходимо раздвинуть. И сейчас уже говорить о том, что мы в качестве настоящих полноценных партнеров рассматриваем не только страны СНГ, Балтии, Грузии, но и страны Восточной, Центральной Европы. В общем-то, спортивная карта страны, она некоторым образом отличается от политической. И мы как раз хотим быть проводниками, что называется, мягкой силы в своем отношении с нашими коллегами. И, безусловно, для этого нам принципиально нужно заручиться поддержкой Международного Олимпийского комитета. Нам принципиально заручиться поддержкой различных международных организаций спортивной направленности. И мы это сейчас сделаем пошагово и пытаемся имплементировать это в конкретные соглашения, которые, я так думаю, в ближайшее время будут подписаны. То есть вот этот недостаток международного влияния вы наверняка почувствовали во время подготовки Олимпийских игр в Фенчане, где, по мнению экспертов, во многом благодаря вашим усилиям все-таки удалось выступить спортсменам, пусть и под нейтральным флагом, а впоследствии Олимпийский комитет через несколько часов, после того, как погас Олимпийский огонь, был восстановлен в своих правах. Но вопрос, а кто нас назначит этим проводником и ждут ли нас в Восточной Европе и в других странах? Готовы ли воспринимать наши идеи и оказывать нам эту поддержку другие страны? Вы знаете, нужно нас, мы должны себя позиционировать в первую очередь большой спортивной организацией, большим Олимпийским комитетом, который участвует во всех мультиспортивных мероприятиях, проводящихся в 4 года. Это не только зимние и летние Олимпийские игры, это юношеские Олимпийские игры, это различные европейские фестивали, европейские игры. То есть их достаточно соревнований, достаточно много. И поэтому, участвуя во всех этих соревнованиях в полном составе, это включает не только спортсменов, тренеров, но и другой персонал, судей, руководителей и членов технических комитетов. Мы можем таким образом оказывать свое влияние на происходящий процесс. Кроме этого, мы должны предлагать нашим партнерам площадки для проведения международных симпозиумов, конференций, конгрессов. Это для нас является сейчас очень важным делом, потому что, к слову говоря, мы прекрасно проводим все спортивные соревнования. У нас чемпионат мира сейчас готовится, я уверен, что он пройдет на высшем уровне. У нас прошли Олимпийские игры, много соревнований по различным видам спорта, чемпионаты мира проводятся. Но мы несколько забываем про другую деятельность. К сожалению, деятельность, связанная с тем, что я перечислил, она заканчивается тем, что заканчивает свой срок работы организационный комитет. И на этом заканчиваются контакты. Мы же предлагаем просто более длинную и долгую историю. Мы хотим проводить на своей площадке образовательные семинары, в том числе по вопросам антидопинга. Для нас это является приоритетом в настоящий момент. Мы готовы проводить различные семинары по повышению квалификации судей. Это большой запрос на такого рода деятельность. Обучающие или обменопытом? Я хочу уточнить. Обучающие. Обучающие. Мы хотим предлагать международным федерациям по видам спорта проводить эти мероприятия здесь у нас. И таким образом координировать свои действия. Потому что вопрос, вы знаете, с судьями, представителями техкомов, он очень важный, очень чувствительный во многих федерациях. И, конечно, для нас это является приоритетом. Более того, мы хотим скоординировать работу всех наших национальных федераций по видам спорта. Создать некий такой координационный совет по международной деятельности. У нас очень много представителей, ярких представителей в международных федерациях. Но они некоторым образом разобщены и действуют, в общем-то, по своему усмотрению. Здесь же нам бы хотелось выйти таким, что называется, единым фронтом. Мы, в общем-то, сообщество экспертов в области спорта. Мы как Олимпийский комитет. И поэтому мы должны пользоваться своим, так сказать, конкурентным преимуществом на этой площадке. Кто из международных федераций готов нас поддержать? Поскольку мы видели совершенно разное поведение этих федераций в тот момент, когда нужно было поддержать или, наоборот, запретить участие российским спортсменам в тех или иных играх. Вот кто наши союзники сегодня? Ну, безусловно. Нужно ли их называть? Вы знаете, я бы не стал называть ни союзников, ни врагов. Потому что это очень тонкая вещь, такая спортивная дипломатия, как и любая дипломатия. Спортивная дипломатия, да. Она еще очень тонкая. И поэтому хочу прокомментировать ваш вопрос лишь тем, что союзников у нас гораздо больше, чем противников. Но, так сказать, правильно использовать наши возможности, вот как раз наша главная задача. Если у нас есть союзники, это значит, что можно предположить, что в других федерациях и в других странах тоже накопились вопросы к Всемирному антидопинговому агентству, если мы проводим антидопинговые семинары. Что это за вопросы? И как вы дальше планируете выстраивать отношения с ВАДой? Ведь РУСАДА пока в правах не восстановлена. Ну, я хотел бы начать с того, что была уже проведена достаточно объемная и существенная работа по восстановлению РУСАДА. Ведь практически эта организация воссоздавалась с нуля. То есть в тот момент, когда было приостановлено действие РУСАДА, была создана дорожная карта, в соответствии с которой Россия, выполняя эти требования, стремилась сделать эту организацию операционно независимой. И самостоятельной выборе программы тестирования и проведения соответствующих расследований, которые следуют, если положительные найденные результаты. И вот как раз вот эта работа, она очень-очень сложна была. Потому что необходимо было найти полностью персонал, создать независимые органы управления, наблюдательный совет, выбрать в конце концов генерального директора. Потому что это не очень простая работа. И вся эта большая-большая объемная работа, она была сделана к сегодняшний момент. И в настоящий момент остаются лишь два условия, которые ВАДА хочет, чтобы мы выполнили. Но и они не безупречны. Объясню почему. Потому что пока, когда создавались эти два условия, одно из них это... Признание наличия политической системы поддержки ДОПИНГ. Да, государственной. И второе, это пробы, которые находятся сейчас... Под следствием. Под следствием. Второй вопрос, ну, абсолютно очевидный. Наши коллеги во всем мире прекрасно понимают, что следственный комитет это независимый от государства орган, который ведет свою работу и в конечном итоге должен дать результат. И суд определит, возможно ли, было ли какие-то нарушения или нет. Учитывая то, что мы правое государство, мы никаким образом не можем вмешиваться в эту работу. И наши коллеги это прекрасно понимают. Второй вопрос, связанный с государственной политикой, он на настоящий момент, так сказать, уже много прошло событий между, когда этот вопрос был поставлен, и сегодняшнего момента. У нас прошли судебные дела в КАС, в международном спортивном арбитраже. 28 спортсменов были оправданы. И это нам дает основания полагать о том, что не все в этом докладе мы можем принять. И, безусловно, нужно смотреть внимательно, так сказать, эпизоды в этом докладе. Многие спортивные федерации, как вы знаете, вот недавно это федерация футбола, до этого еще ряд федераций международных, в общем-то, сказали, что у них претензий в соответствии с тем, что написано в докладе, нет к нашим спортсменам. Поэтому говорить о какой-то государственной поддержке и допинге, которая якобы существовала, не приходится. В соответствии с этим, конечно, нам нужно искать новые формы взаимодействия, новые формы формулировок, которые были приемлемы обеим сторонам. То есть какие-то компромиссные формулировки, поскольку эти два условия являются непреодолимым препятствием. Дело в том, что есть уже противоречия в самих фактах, которые, так сказать, определены международным спортивным субъектом. Что вы думаете по поводу необходимости усиления юридической службы ОКР, юристов, тех людей, которые могут защищать интересы страны, интересы российских спортсменов, поскольку мы знаем, что приходилось прибегать и к помощи швейцарских юристов, и из других стран, но свои должны быть. У нас в Олимпийском комитете России достаточно компетентная правая служба, и на все, так сказать, вопросы, которые у нас возникают в нашей повседневной работе, они дают исчерпывающие, так сказать, консультации. Что касается вопроса, который вы задали по швейцарским специалистам, моя позиция здесь достаточно открыта и понятна. И она базируется на общепринятой мировой практике. Если судебные разбирательства идут в определенной стране, как правило, привлекаются юристы именно из этой страны. Это нормальная, обычная практика. И поэтому говорить о том, что мы должны полностью использовать российских юристов, условно говоря, в Италии, было бы не очень правильно. Ну да, но в предыдущих опытах, когда у нас были проигранные иски, или эти иски были не вовремя поданы, вы не видите проблемы с недостаточной компетентностью, или, может быть, недостаточно оперативно принятыми решениями, юридическими, правовыми? Вы знаете, здесь, конечно, лучше разбирать каждый отдельно взятый случай, потому что ситуации разные бывали. Была действительно где-то поспешили, не подготовились, поэтому получился такой исход. Но в целом, если брать, допустим, те решения, которые приняты были в отношении спортсменов в зимних олимпийских видах, особенно по итогам Сочи, там как раз была четкая продуманная работа. Да, она заняла много времени. Да, наверное, нашим, так сказать, согражданам и тем, кто интересуется спортом, их не устраивало, что так затягивается. Но, тем не менее, результат налицо, и поэтому это самый главный вопрос. Как будет вестись работа с федерациями внутри страны и работа по восстановлению этих федераций в правах? У нас есть несколько федераций, которые сегодня... Да, ну, здесь тоже нужно сказать, что у нас есть ряд федераций, да, у которых разная степень сложности. Ну, самая проблемная ситуация – это с легкой атлетикой. Здесь действительно и вид спорта такой достаточно сложный. И, в принципе, когда мы начинаем рассуждать и говорить о том, что допинг – это проблема одной России, я всегда говорю, что нет, это проблема определенных видов спорта. И мы сегодня это прекрасно видим на примере, так сказать, тех федераций, которые у нас находятся, так сказать, не в полном соответствии. Это легкая атлетика, тяжелая атлетика. Если с тяжелой атлетикой у нас ситуация более-менее движется к экологическому завершению, в течение года была федерация дисквалифицирована, но, тем не менее, мы понимаем, что при соблюдении, так сказать, при проведении большой образовательной работы и при тех изменениях, которые просят внести международную федерацию, мы видим, что где-то к осени мы вернемся уже в полное соответствие. Потому что здесь заинтересованы обе стороны. Здесь заинтересована и Международная федерация тяжелой атлетики в России, и Россия заинтересована Международной федерацией. А вот в случае с легкой атлетикой, к сожалению, вот этого мы пока найти не можем. Пока не видим то, что Международная федерация заинтересована нашим возвращением. То есть им без нас неплохо, да? Ну, во всяком случае, они не чувствуют острой необходимости в этом. И какие перспективы? Ну, планомерно работать над дорожной картой, которая была, так сказать, согласована для восстановления членства. Продолжать работу по восстановлению членства РУСАДА. Как я уже сказал, мы уже сделали все, что, в принципе, операционно, что мы могли сделать. Остались вот эти два момента. И, безусловно, от нас ждут и другие. Я бы сказал бы, что и паралимпийцы от нас ждут, когда восстановится РУСАДА. Потому что это, в принципе, единственное, что у них осталось. И, ну, во всяком случае, та работа, которая ведется, говорит о том, что в перспективе мы можем ожидать позитивного исхода. Игры 2020 года не пострадают? Игры 2020 года могут пострадать, с моей точки зрения, только в отношении легкой атлетики. То есть это реальный вопрос? Здесь может быть сложность. Здесь может быть сложность. И связана она с тем, что, во-первых, федерация не восстановлена. А, во-вторых, уже создан прецедент участия спортсменов в нейтральном статусе. Под нейтральный флаг. Да, и я хотел бы сказать, что мы очень активно работали с европейскими олимпийскими комитетами. Когда в прошлом году на юношеском, европейском юношеском фестивале наши легкой атлеты выступали под флагом России. Все-таки на тех площадках, где мы можем, так сказать, квалифицированно отстаивать позиции своих спортсменов, мы добиваемся результата. Пока с Международной Федерацией не очень у нас получается. Но, тем не менее, я смотрю достаточно позитивно. Потому что я вижу, что все федерации включились, поняли серьезность положения, поняли серьезность проблемы антидопинговых образований, в том числе, начиная с самого молодого возраста. Вот буквально недавно, 1-го числа, мы в День защиты детей провели форум юных олимпийцев. У нас было 400 участников, у нас были представители МОК, ВАДА. То есть они очень внимательно посмотрели, как у нас это организовано и отметили... Антидопинговое просвещение такое получается, да? Конечно, для 16-18-летних подростков. И в будущем мы надеемся, и МОК уже высказал интерес, чтобы сделать это мероприятие международным. Чтобы приглашать к нам на этот форум уже спортсменов, ну, в первую очередь, наверное, из русскоязычных стран, где это возможно, для того, чтобы это мероприятие было организовано. А что, вот, главная идея, главный посыл вот таких форумов для юных спортсменов? Рассказать им, что допинг это плохо? Они этого не понимают? Вот, чтобы понять, что это неформальное мероприятие и неформальный подход. Не только то, что допинг это плохо, это мы все прекрасно понимаем. Но мы должны дать возможность нашим спортсменам получить базовые знания, как не нарушить антидопинговые правила. Мы все почему-то уходим в сторону допинга. Как считать состав лекарства, да? Да, совершенно верно, как лекарства, как сдавать допинг-пробу, как вести себя с допинг-офицером. И объясняю, элементарная вещь, что допинг-офицер вам не враг. Потому что, если почитать наши средства массовой информации, просто такое ощущение, что допинг-офицер это какие-то убийцы в черных масках, которые ходят и всех заставляют. Нет, конечно, это не так. И просто нужно формировать эту психологию нормального восприятия. Потому что это не люди, которые хотят сделать что-то против нас. Это люди, которые вместе с самими спортсменами, которые честно и целенаправленно тренируются и движутся к своей цели, это люди вместе с ними работают над одним, чтобы сделать нас спорт чище. Вот и все. А вы уверены, да, что они ничего плохого не хотят нам сделать? Я уверен. У вас есть право так говорить, поскольку вы олимпийский чемпион? Вы можете себе представить, с 1992 года сколько раз я участвовал в процессе сдачи проб. И ни одного случая я не могу припомнить, чтобы ко мне как-то относились предвзято или плохо. Это такие же люди. Они во многом, так сказать, со своими плюсами, минусами. Но это обычные люди, которые живут среди нас. И поэтому к ним нужно относиться точно таким же образом. Олимпийская солидарность. Это одна из международных инициатив, которая будет подписана вместе с Международным Олимпийским комитетом и должна усилить позиции России на международной спортивной арене. Расскажите о ней. Ну, Олимпийская солидарность давно уже является одним и самым главным катализатором всех инициатив, исходящих из национальных Олимпийских комитетов. На этой площадке и Олимпийский комитет России достаточно давно. Но наша задача несколько шире использовать возможности не только, так сказать, свои, но и давать обратно МОКу и Олимпийской программе через Олимпийскую солидарность давать возможности, которые есть у нас. То есть, если мы посмотрим, у нас одна из самых совершенных спортивных баз. У нас мирового уровня спортивные базы Новогорск, Озеро Круглое, Югспорт в Сочи. У нас большое количество мест, где мы могли бы приглашать спортсменов из других стран, помогать их, где-то учить, где-то делиться с ними секретами своего мастерства. И таким образом мы показываем не только, что мы такой большой Олимпийский комитет, но и приглашаем людей к сотрудничеству. И самая главная задача МОК как раз объединять, как международная организация, объединять всех вокруг какой-то идеи. Поэтому, чем глубже мы будем уходить и использовать наши возможности для всех стран, наших партнеров, тем большим интересом к нам будет относиться МОК. И не говоря уже о тех странах, которые с нами подпишутся договоры. Вот такая открытость к диалогу, такая транспарентность, она, наверное, вполне характерна была бы для человека, который вот только что пришел и открывает для себя новый мир. Но вы же много лет были первым вице-президентом УКР, и вы этих людей знаете хорошо. Вот скажите, Станитов Алексеевич, когда вы говорите, вот с этой федерацией не совсем получается. Вот на самом деле что за этим стоит? За этим стоят конкретные люди в руководстве, которые не хотят пускать Россию. За этим стоит, например, там политическое давление каких-то стран, которые, например, просто более сильно представлены или качественно представлены в этой конкретной федерации. Или еще что-то сверху. Вы вообще... Все абсолютно четко вы сказали, все проблемы. Но плюс к этому еще нужно добавить не всегда скоординированная работа наших представителей в этих международных организациях. И это тоже является сложностью. И, конечно, мы несем ответственность за то, что чего не было, за то, что чего не происходило. И, конечно, хотим выстроить эти взаимоотношения на исключительном другом уровне. Потому что не всегда мы можем... Любая федерация, особенно такие средние федерации с не самыми большими возможностями, могут целиком и полностью воспользоваться возможностями, которые есть у Олимпийского комитета России. Все-таки Олимпийский комитет России – это большая организация с достаточно серьезным бюджетом и так далее. Поэтому мы всегда должны нашим партнерам говорить, есть, кроме той дипломатии, которую традиционно используют наши коллеги. Есть еще возможности Олимпийского комитета, которые нужно использовать. Их достаточно много. Потому что если посадить за столом всех уважаемых людей в нашей федерации и провести такую кривую линию, то мы всегда до любого человека можем из любой страны достучаться, если внимательно проведем эту черту. Поэтому мы должны использовать это. У нас Олимпийский комитет, который обменяет 52 федерации по олимпийским видам спорта. Представляете, какая машина, какой могучий потенциал заложен у нас. То есть спортивные дипломаты должны быть в каждой федерации, они должны быть одинаково сильны, чтобы защищать интересы того или иного вида спорта. Как раз на этому разделу я в рамках предвыборной своей работы я уделял особое внимание. Я как раз говорил о том, что любая федерация может обратиться в Олимпийский комитет с конкретным предложением по проведению мероприятия. И мы даже предлагаем о том, что эти люди, которые будут заниматься плановой работой в федерации, мы можем их дополнительно финансово стимулировать. Мы хотим, чтобы у нас появилась в каждой федерации проектный менеджер, который будет вести эту непосредственную работу. Мы нуждаемся в этих людях, так же, как и федерация нуждается у нас. Экономическая составляющая деятельности Олимпийского комитета, дефицит бюджета, необходимость его сокращения. Где вы видите возможность решения этой финансовой задачи? Ну, во-первых, нужно отметить, что в этом году истекает срок действия нашего договора с нашим генеральным спонсором, с «Газпром». Поэтому мы надеемся, что наша программа совместного сотрудничества, которую мы реализовали на протяжении предыдущих 8 лет, она будет вновь интересна крупным компаниям российским. Потому что Олимпийский комитет России – это визитная карточка российского спорта, который наравне с некоторыми другими отраслями является одним из самых востребованных и ведущих отраслей в России. Конечно, в настоящий момент мы отдаем себе отчет, что в связи с теми проблемами, которые у нас существовали в преддверии, до и во время Пхенчхана, мы не смогли полностью реализовать свой, так сказать, маркетинговый потенциал. Понятно, на таком фоне достаточно сложно это делать. Но, тем не менее, мы не опустили руки, мы продолжаем работать с нашими текущими партнерами, которые, достаточно хорошо к нам относятся и заинтересованы в продолжении сотрудничества. Мы смотрим вперед, поскольку у нас летние Олимпийские игры впереди, а это, вы знаете, повышенный интерес, потому что все-таки летние Олимпийские игры – это больше интерес со стороны всех, так сказать, субъектов этой деятельности. Ну и, безусловно, мы будем смотреть и продвигать идеи, которые мы реализуем в рамках Олимпийской страны. Мы хотим достаточно широко продвинуться в регионы и, так сказать, поработать над программами развития массового спорта. Массовый спорт – это все-таки аудитория, это как раз та вещь, которая может быть интересна нашим потенциальным партнерам и спонсорам. И здесь большие надежды вы связываете с социальной ответственностью, патриотизмом и спортивными интересами российского крупного бизнеса. Станислав Алексеевич, ну тогда последний, заключительный, наверное, вопрос. Вот на фоне тех потрясений, спортивных потрясений, негативных, которые переживала страна, начиная с 2014 года, как вам кажется, не поздно, не закрыт еще вход России в международную Олимпийскую семью и возвращение было в авторитеты, и влиянии. Я абсолютно уверен в том, что вход в Олимпийскую семью не закрыт, и Международный Олимпийский комитет это продемонстрировал, возвращение полного статуса Олимпийского комитета России, о котором мы с вами в самом начале поговорили. Дело в том, что нужно понимать, в современном мире уже не существует каких-то вот таких полюсов, да, черное и белое. Все стороны, все, опять же, субъекты этой деятельности, они заинтересованы друг в друге. И поэтому, используя вот эту, так сказать, вот эту систему, которая, ну, она установилась не благодаря нам, а мы просто соучастники ее. Мы должны просто понять для себя о том, что нам нельзя быть в контроверсии, так сказать, с нашими партнерами, пускай у нас сегодня сложности какие-то существуют, но тем не менее, та идея, которая заложена в базисный спорт, идеалы спорта, которые пропагандировала еще основатель Олимпийского движения, барона Декубертен, они актуальны и сейчас. Просто их нужно использовать и по-другому на них посмотреть. Томас Бах вас поздравил с избранием, он тоже фехтовальщик, вас это как-то сближает? Ну, безусловно, любой фехтовальщик всегда... Кстати, как и с министром спорта в России. ...с большим интересом относится к успехам или неудачам друг друга, поэтому, конечно, мы друг друга в этом смысле поддерживаем. Это все-таки психотип определенный, вот один и тот же вид спорта. Ну, безусловно, психотип, потому что, несмотря на то, что в фехтовании достаточно, есть три дисциплины, в нем они все разные, там внутри есть подвиды, да? Ну, чтобы не углубляться в этом, конечно, нужно отметить, что, так сказать, способность за короткий промежуток времени делать правильные решения, она как раз есть заложена в основе фехтования. Поэтому мы где-то друг друга в этом смысле чувствуем и работаем в НИСОН. Пусть у вас все получится. Большое спасибо. Спасибо большое. Станислав Позняков был гостем программы «Мнение». Спасибо за внимание и до свидания.